Этот год проходит для тюркского мира под именем Махтум Кули Фраги. Тюркцой объявил 2024 годом памяти великого поэта. Махтум Кули Фраги не только поэт, он еще и глубокий мыслитель, человек с большим сердцем и огромной любовью к родине. В Бишкеке прошел круглый стол, посвященный Махтум Кули Фраги. Организатором стало посольство Туркменистана в Кыргызстане. Признанно приумножить славу и рекламная святого, способствовать более широкому атакованию предыдущего народа, творчеству Махтум Кули Фраги, просвыть глубины и увлекальности его таланта и в целом предыдущего мальтарного диалога. Творчество Махтум Кули Фраги, пронизанное глубоким смыслом и философской мудростью, актуально и в наши дни. Поэт обращается к универсальным темам любви, природы, свободы, находя в них отклик в сердцах людей разных эпох. У поэта идеал не только национальный, это общечеловеческий. Поэтому мы называем поэта Махтум Кули Фраги, адам, латам, чахиры. Общечеловеческий поэт. Стихи Махтум Кули Фраги полные теплоты и мудрости затрагивают важнейшие аспекты человеческого существования – дружбу, ответственность, стремление к свободе. Эти темы делают его произведения актуальными для читателей из разных культур, подтверждая, что искусство не имеет границ. Махтум Кули – это не просто поэт, это не просто народный поэт, а это, во-первых, философ, мыслитель. И он дошел до осмысления тех простых вещей, того философского осмысления. И по праву Махтум Кули Фраги сейчас является в Туркменистане, его называют проводником в правильный образ жизни. И вот он действительно именно такой человек. Сегодня произведения Махтум Кули Фраги рассматриваются как важный элемент идентичности туркменского народа. Отражая их историю, обычаи и дух, стихи стали основой для литературных исследований и антологий, привлекая внимание не только в Туркменистане, но и за пределами. Вместе с тем Махтум Кули знают и любят во всем мире, с особым почтением к нему относятся в странах Центральной Азии. О высоком значении творчества в Туркменистане действует в проглашении Международной организации тюркской культуры, в тюрьме 2024 года, годом великого поэта и мыслителя тюркского мира, в Туркменистане. А также заключение коллекции его рукописей в Международной реестре программы ЮНЕСКО «Память мира». 11 октября сего года президент Казахстана Казахстана, Казахстан Ромар Такаев в своем выступлении на Международной форме в Ашкабаде взаимосвязь с временами цивилизации «Основы мира и развития» при уроченном 33-ю поэта отметил, что поэзия Махтум Кули и Фраги, уроку пропитанная гуманистическими идеями, вновь вызывает нам все о неприходящих ценностях мира, доверия и взаимного уважения. В год памяти Махтум Кули и Фраги в Кыргызстане был переведен в сборник его стихов на кыргызский язык. Один из экземпляров президент страны в качестве подарка вручил лидеру Туркменистана. Вот эта книга, просто прекрасная книга с иллюстрациями, с произведением. Можно каждое утро читать. Сегодня я утром собирался, читал это произведение, наткнулся здесь на стихотворение, посвященное маме. Можно читать лирические произведения, посвященные любви. И огромная здесь, конечно, это социальная публицистика, социальная сатира. И все эти произведения, если вы хотите любить Родину, защищать Родину, можно черпать вдохновение в этой книге. Сохранение и распространение наследия Махтум-Кулей-Фраги проходит через фестивали, выставки, образовательные программы, которые способствуют глубокому пониманию его философии. Таким образом, Махтум-Кулей-Фраги остается не просто символом прошлого, но и значимой фигурой в развитии современной культуры, литературы и сохранения человеки-человека. Катерина Токамбаева, Бибек Чумабаев, ТВ-15.